МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика Студии Юлия Важенина. И в этом выпуске. Про бюджет и не только. Михаил Игнатьев встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Список расширился. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов на должность главы Чуваши. Самые быстрые и ловкие в физкультурно-оздоровительном центре Росинка прошла спартакиада воспитанников детских оздоровительных лагерей. Сегодня в Москве временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Республики. В Москве работала наша съемочная группа. Текущий финансовый год непростой для всех российских регионов. Объемы налоговых поступлений падают, и на бюджеты ложится большая нагрузка. Для стабилизации ситуации недостатка средств есть два варианта. Либо получение коммерческих кредитов, либо бюджетных. Вторые предпочтительнее и выгоднее. Они обходятся регионам намного дешевле. Финансами сегодня эффективно управляем. Об этом подчеркнул сегодня Антогер Месилуанов. В связи с тем, что мы по расходной части 99,9% используем по нашим принятым утвержденным государственным программам. Благодаря открытости и сбалансированности расходов и доходов республика в этом году получила более 3 миллиардов рублей бюджетных кредитов. Сегодня удалось договориться о выделении дополнительных средств под 0,1% годовых. В первую очередь, конечно, это пойдет на те основные направления, которые мы обязаны выполнить соответствующие указами президента Российской Федерации. В то же время мы будем идти за счет этих бюджетных кредитов, замещать рыночные обязательства. Тем самым мы уменьшим свою долговую нагрузку. Соответственно, мы уменьшим и расходы на обслуживание государственного долга Чувашской Республики. Также на встрече обсуждалась ситуация на рынке труда. В частности, рассматривался вопрос о выделении дополнительных средств на реализацию мер по снижению напряженности в сфере занятости. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Минздрав России составил первый рейтинг поликлиник. В показатель благополучия вошел целый комплекс критериев. Наибольшее количество хороших детских поликлиник находится в Чувашии, Ханты-Мансийском, автономном округе Саратовской области и Москве. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в мультимедийной пресс-конференции, которая прошла в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». В итоговый рейтинг вошли 1283 медучреждения из 80 регионов страны. Рейтинг был сформирован экспертной группой Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, Российского агентства медико-социальной информации и Международного информационного агентства «Россия сегодня». Лучшим среди всех федеральных округов, согласно индексу показателя благополучия, стал Центральный федеральный округ 7,6 из 10. Если говорить про рейтинг других федеральных округов, к сожалению, самую нижнюю ступень занял Северо-Западный федеральный округ 6,7. Как я уже говорила, были отобраны лучшие учреждения, соответственно, наиболее эффективные по 10. Вот наивысший адаптированный индекс благополучия, показатели поликлиник, имеют Чувашская республика. Суммарный индекс благополучия в детской категории 9, высоченный. Вероника Скворцова подчеркнула, что в ближайшем будущем планируется провести оценку свыше 4 тысяч учреждений. В перечень будут включены амбулаторные подразделения центральных районных больниц. К оценке качества, называемой медицинской помощи, хотят подключить и население. Сегодня в Центральной избирательной комиссии зарегистрировали сразу трех кандидатов на должность главы Чувашии. Напомним, что первым зарегистрированным кандидатом стал временно исполняющий обязанности главы Михаил Игнатьев. Практически в один день документы на регистрацию подали Валентин Шурчанов от КПРФ, Олег Николаев от «Справедливой России» и Константин Суботин от ЛДПР. Рабочая группа рассмотрела документы всех троих. Кандидаты предоставили необходимое количество документов в листы поддержки депутатов муниципальных образований и избранных глав поселений. Представитель КПРФ, депутат Госдумы России Валентин Шурчанов не смог приехать, но это не стало для членов Центральной избирательной комиссии республики препятствием для регистрации. Получил удостоверение кандидата и Олег Николаев, выдвинутый «Справедливой России». Я хочу поблагодарить всех, прежде всего, естественно, Центральной избирательной комиссии, членов Центральной избирательной комиссии, естественно, своих коллег и друзей, которые здесь присутствуют, за ту организационную работу, которая была проведена в процессе подготовки. Спасибо вам большое. Я думаю, что впереди ждет не менее содержательная и интересная работа. Также удостоверение кандидата от главы Чуваши получил Константин Суботин, выдвинутый ЛДПР. Сделал все возможным, и этого, я думаю, мы добьемся, чтобы вся моя кампания проходила в рамках соблюдения законов Российской Федерации. Рабочей группе Центральной избирательной комиссии предстоит еще рассмотреть пакет документов пятого претендента, Валерия Сапожникова. Если они будут соответствовать нормам закона, то во вторник его смогут зарегистрировать кандидатом на должность главы Чуваши. Во вторник мы определимся с окончательным перечнем кандидатов, я надеюсь, и начиная с этого времени начнется активная агитация. Сегодня, 24 июля, последний определенный законом день, когда можно было сдать документы на регистрацию. Но в комиссию так никто и не пришел. Со среды, с 29 июля, кандидаты могут начинать проводить предвыборные мероприятия, а также выступать в средствах массовой информации со своими программами. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. В единый день голосования, 13 сентября, кроме главы Чуваши, мы будем выбирать и депутатов муниципальных органов власти. Чебоксарское городское собрание депутатов в этом году будет формироваться по новой системе. Часть по одномандатным округам, часть по партийным спискам. Конференции уже провели КПРФ, Справедливая Россия, партии Яблоко, Патриоты России, Коммунисты России, партии пенсионеров за справедливость и партия Родина. Все они уже определились с кандидатами. Сегодня в столице Чувашии прошла конференция Чебоксарского городского местного отделения партии «Единая Россия». Главный вопрос повестки дня – выдвижение кандидатов депутата Чебоксарского городского собрания депутатов 6-го созыва, а также принятие программы столичного отделения партии на этих выборах. В первой общемуниципальной тройке партийного списка глава Чебоксар Леонид Черкесов, председатель общественного совета при главе города Анатолий Ягумнов и чемпионка мира и Европы серебряный призер Олимпийских игр Олимпиады Иванова. Всего в партийном списке 66 кандидатов по единому избирательному округу и 21 кандидат по одномандатным избирательным округам. Напомним, все они стали победителями предварительного внутрипартийного голосования, которое состоялось в Чебоксарах 24 мая 2015 года. В праймере сприняли участие более 50 тысяч чебоксарцев. Явка составила 14%. Воскресенье 26 июля – профессиональный праздник работников торговли. Эта сфера экономики создает весомый процент внутреннего валового продукта. На торжественное собрание приехали работники торговой сферы со всех районов республики. Численность занятых в розничной и оптовой торговле и общественном питании в Чувашии превышает 48 тысяч человек. Такие цифры говорят о высокой конкуренции в среде торговли, а также о широком выборе товаров и услуг. Покупатели могут приобрести продукты в гипермаркете или в магазине шаговой доступности. Кому как нравится. Самые продвинутые пользуются услугами сети интернет. Там можно купить все, было бы желание. Процесс покупки – дело обоюдное. В нем участвуют потребители и продавцы. И важно, чтобы он проходил в комфортной обстановке. Вы постоянно взаимодействуете с людьми. Торговля в первую очередь существует для людей. Там работают люди. Поэтому от вашей работы зависит климат в каждой семье Чувашской республики. На собрании озвучили итоги конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка-2015». Генеральный директор закрытого акционерного общества «Эверест» Николай Герасимов, а вместе с ним еще два человека, получили благодарность временного исполняющего обязанности главы Чуваши. Активных и инициативных работников наградили почетными грамотами. Я сегодня получила грамоту. Я очень этим горжусь, что меня мой генеральный директор отметил, что выдвинул меня в кандидаты. Торговать хлеб, который едят все жильцы нашего города, тем более такой качественный, это очень почетно. Праздник стал своего рода местом встречи людей, объединенных любимой профессии. И не важно, какого они возраста. Секрет успеха нашей организации, думаю, вот как раз и в задоре оптимизма молодых, в опыте старшего поколения. То, что люди понимают свою работу, каждый делает от души свою работу. Специальных дипломов были удостоены победители фестиваля национальной кухни. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Молодые предприниматели сейчас все больше выбирают не сферу торговли, а производства. Им порой бывает сложно разобраться в налоговой политике, малом кредитовании, финансовой стороне организации своего бизнеса. Проблем немало. Министр экономического развития, торговли и промышленности Чувашской Республики Владимир Аврелькин встретился с теми, кто работает в реальном секторе экономики. Экономический кризис заставляет предпринимателей по-новому выстраивать свой бизнес. И если раньше многие открывали его, опираясь только на собственные возможности, то сейчас подумывают о государственной поддержке. Почему мы сегодня собрались? Мне очень важно будет. Потому что мы друг друга услышали не только сейчас в вашей проблеме, но и потому что мы все понимаем, что мы вместе. Мы приступаем к формированию государственной программы поддержки малого бизнеса на 2016 год. Инициаторами встречи стали Ассоциация молодых предпринимателей России и некоммерческая организация «Мегацель». В числе приглашенных – люди, которые работают в разных сферах бизнеса. «Государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. На своем опыте работы такую поддержку я ощущаю благодаря тому, что в Министерстве экономики запущена очень эффективная программа бизнес-инкубирования, предоставления площадей, информационных технологий в поддержку начинающему бизнесу. Всегда хочется узнать о чем-то новом, расширять свои горизонты». У многих участников встречи свое понимание сложившейся ситуации в малом и среднем бизнесе. «Я считаю, что малым и средним предприятиям должны быть снижены налоги и на прибыль, и вставки НДС. Потому что при сегодняшних налогах очень тяжело развиваться. Это существенно сказывается на цене. То есть у нас не остается средств, чтобы мы модернизировали свое производство, покупали новое оборудование, станки, расшаляли свое производство, то есть повышали зарплату». Эта встреча, считают организаторы, станет первым этапом подготовки к открытому форуму предпринимателей, который состоится 14 августа. Александра Федорова, Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Пожары, наводнения и землетрясения. Порой природные стихии бывают беспощадны к людям окружающей природе. Стоит недобросовестным туристам выкинуть сухую траву, а корок и последствия могут быть печальными. У многих в памяти еще жаркое лето 2010 года. Тогда от пожаров пострадали заволжские леса. Сегодня наша съемочная группа своими глазами увидела, как ведется восстановление массивов. Основные работы ведутся сейчас на территории Чебоксарского лесничества. В 2010 году здесь сгорело более 4000 гектаров леса. Последствия этой беды устраняются по сей день. Лесовосстановление происходит путем посадки сеянцев сосны. Но у нас основной лесообразующей породой на территории Заволжья является сосна обыкновенная. Вот это деревья, вот эти посадки. В 2015 году на территории земель лесного фонда расположены границы Чебоксарского лесничества. Лесных пожаров не зафиксировано. Но помятуя о прошлом, специалисты постоянно занимаются профилактической работой. Она многоплановая. Противопожарные мероприятия включают в себя создание минерализированных полос, уход за ними, создание мест и зон отдыха для населения, установка баннеров и аншлагов на противопожарную тематику. И самое главное – это агитация работы с населением. Чтобы полностью восстановить территорию горельников, потребуется много времени и ресурсов. Этим молодым соснам всего 4 года. Им еще расти и расти. Так стоит ли этого не потушенный костер? Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. В продолжение темы. Как выглядит спасательный круг и для чего он нужен, знают многие. А вот пользоваться им умеет не каждый. Ребята, отдыхающие в лагере Бригантина, теперь знают, как правильно оказать помощь тонущему человеку. Несмотря на то, что погода в этом году с жарой не балует, дети по-прежнему тянутся к воде. На берегу, к сожалению, не всегда оказываются взрослые. После серии занятий, организованных государственной инспекцией по маломерным судам, ребята смогут самостоятельно помогать людям. Учим ребят методом и способом оказания помощи терпящим бедствия на воде. Мы также проводим лекции и практические занятия в школах. Охватили все школы города Чебоксары. На очередном занятии в детском лагере примерить на себя роль тонущего осмелились вожатые. Дети же с интересом наблюдали за взрослыми. Как круг кидается, сейчас вам объясню. Вот, в правой ноге поставил, взял рукой, видите, вот так вот, вот, то есть я взял круг. Вот за этот линь взял вот так вот, вот видите, я как взял. И на уровне плеча, таким маховым броском, я кину условную топающую в голову, ему целиться не надо. Наша задача подкинуть круг к условную топающему, чтобы он мог за него схватиться и было бы научно выбраться на берег. Этот материал достаточно актуален, так как мы живем на берегу реки Волга, и большинство ребят во время каникул купаются. И, на мой взгляд, эта информация для них будет достаточно полезной. Деткам вожатым всем очень понравилось, все остались просто в восторге, очень довольны. В рамках акции «25 добрых дел», которая приурочена юбилеем ЧАЭС России, государственные инспекторы провели 900 познавательных занятий. Александра Федорова, Игорь Зверев, Республика. Аварийная ситуация произошла сегодня в центре Чебоксар. На пересечении улиц Гагарина и Ленина образовалась пробка. Водитель грузовой машины перевозил башенный кран и не рассчитал габариты груза, из-за чего были повреждены троллейбусные линии. Именно это заставило встать весь электрический транспорт, а за ним и проезжавших автомобилистов. Ремонтная служба сразу же приняла необходимые меры и неполадки к вечеру были устранены. Для того, чтобы попасть в прошлое, не нужно ждать машины времени. Достаточно посетить музей города Чебоксары. Там сейчас работает ретро-выставка предметов бытовой электроники и техники. Тему продолжит Мария Шоклева. Выставка «Это было вчера» стала продолжением предыдущей экспозиции музея «Советское детство». Она так понравилась посетителям, что они все приносили и приносили в музей предметы из кладовок и чердаков. Я принес вам несколько подарков. Надеюсь, пригодится. Эта горбушка досталась мне от дедушки. Я решила подарить ее вам. Она рабочая, но расстроенная. Также эти духи. Это бабушкины. Ой, замечательно. Галстук и журнал «Мамины». Ностальгия посещает каждого, кто смотрел «Голубой огонек» по черно-белому телевизору, стирал белье в машинке «Волга» и белил потолки с помощью пылесоса «Чайка». Наши инженеры уделяли большое внимание развитию космической техники. И поэтому на выходе получали вот такие пылесосы, интересные формы. Кроме этого, в очередь за этим пылесосом выстраивалась вся семья. Это сейчас снять видео детского утренника можно даже на телефон. А в прошлом веке это делали с помощью камеры «Кварц 2х8 Супер». Иметь такую у себя дома могли только состоятельные люди. Многие посетители нашей выставки обращают внимание на данную витрину. Здесь представлен уникальный радиоприемник ВФ-12. Они с таким восхищением смотрят на него и ностальгируют. Об этом радиоприемнике мы мечтали. На соседнем стеллаже четырехкилограммовый промышленный утюг У4. Ручная машинка для стрижки волос и турбинный фен Аэлита. Говорят, сушить волосы им можно было больше часа. Все экспонаты можно брать в руки. Большинство из них находятся в рабочем состоянии. Я в детстве думал, что вот эти вот кругленькие пластинки, их нужно было катать по полу. А вот сегодня понял то, что эти пластинки предназначены для воспроизведения музыки. Мне понравился радиоприемник, вот рассказываю, желтый круглый, который присыпляли на стену. Немного необычно, что вот радиоприемник присыпляли на стену. Выставка «Это было вчера» будет работать до 5 августа. Музей города Чебоксары находится в ДК Хузангая. Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Уже стала традицией ежегодно проводить спартакиаду летних оздоровительных лагерей на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка». Сегодня на его территории вновь прошел спортивный праздник. Ребята из 13 лагерей «Чувашии» приехали, чтобы в очередной раз выяснить, кто сильнее. Сегодня для некоторых отдыхающих распорядок дня немного отличался от обычного. Их ожидал утренний выезд. Но, несмотря на это, сонных лиц и хмурого настроения не было ни у кого. Я приехал в этот лагерь для положительного настроя, для положительных эмоций, чтобы получить заряд энергии. Я занимаюсь сам баскетболом. Приехал сюда, чтобы перетягивать канат, чтобы защитить честь лагеря «Белые камни». Мы находимся у себя дома, в лагере, и мы готовы всех выиграть с большим отрывом. Ну, так как мы хозяева, мы, конечно, гостеприимные, с гостеприимным настроем. Не приехали, а принимаем в команду участников. И хотим победить. Хотим еще пожелать всем удачи. С нами она пригодится. И, я думаю, надо почаще проводить такие мероприятия. Это, то есть, не только поднимает спортивный дух и здоровье повышает, но и дружба между лагерями осуществляется. В этом году стандартная программа «Спартакиада» пополнилась еще одним видом испытания. Кроме перетягивания каната, эстафеты, игр в мини-футбол, уличный баскетбол, участников ждала и сдача норм ГТО. «Спартакиадная программа, она очень доступная для каждого отдыхающего ребенка в наших лагерях. Сегодня мы организуем соревнования среди детей по 5 видам состязаний. Каждой команде лагеря по 17 участников. Целью нашей «Спартакиады» является не прервать то налаженную систему постоянного активного приобщения наших детей к занятиям физкультурой и спортом». Несмотря на то, что «Спартакиада» проводилась в 13-й раз, праздник спорта удался, считают организаторы и участники. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. 25 июля в Чебоксарах состоятся сразу два больших мероприятия. По инициативе Минздравсосразвития Чувашии в медицинских организациях Республики пройдут Дни открытых дверей. А те, кто чувствуют себя здоровыми, смогут бесплатно посетить все республиканские и муниципальные спортивные комплексы. Подробнее о предстоящих мероприятиях в нашем сюжете. Продолжение следует... ...пройти предварительную запись на сайте больницы или по телефону регистратуры. Желающим пройти ряд диагностических исследований следует обратиться в поликлинику городского клинического центра. Там по направлению пациента смогут сделать УЗИ, ЭКГ, флюорографию и сдать общеклинические анализы. График проведения дней открытых дверей в других медицинских организациях Республики можно увидеть на сайте Минздравсосразвития Чувашии. А те, у кого не возникает проблем с самочувствием, могут бесплатно позаниматься спортом. Предстоящая суббота объявлена Днем здоровья и спорта. По традиции, желающие смогут поплавать в бассейне, посетить тренажерные и фитнес-залы. Будут также организованы массовые спортивные мероприятия, мастер-классы и открытые уроки на спортивных площадках. В этот раз впервые в акции будет принимать участие Ледовый дворец Чебоксаре-арена. Всего в нем запланировано два сеанса массового катания на коньках в 17.00 и в 19.15. Мария Леончик, Республика. Это была вся информация, которую мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова